Если государственный бюджет не будет принят в ближайшее время, пострадают в первую очередь больные. Об этом заявляет начальник городского управления здравоохранения Надежда Севальнева. Речь идет о закупке жизненно необходимых препаратов, таких как, например, инсулин. Его запасов, по словам специалистов, хватит только до начала весны. Тему продолжат наши корреспонденты. По данным Горздравуправления, в Запорожье больше 17 тысяч человек больны с сахарным диабетом. И инсулин для них – это жизненно необходимый препарат. Сегодня диабетики пользуются инсулином, закупленным еще в прошлом году. Однако, по словам специалистов, его запас на исходе. И если государственный бюджет не будет принят в ближайшее время, говорит начальник Горздрава Надежда Севальнева, ситуация с наличием инсулина может быть под угрозой. Были закуплены инсулины с учетом первого квартала этого года. Но до окончания первого квартала осталось всего ничего. А для того, чтобы обеспечить дорогостоящими препаратами большие суммы, безусловно, необходимо будет проведение тендеров. Это тоже занимает определенное время. Городское управление здравоохранения уже направило письма во все инстанции с просьбой принять меры и обеспечить больных инсулином. Кроме того, без бюджета, говорит Надежда Севальнева, сегодня сложно строить и другие планы в сфере здравоохранения. Без ремонта остаются многие лечебные учреждения, в том числе детские больницы и роддома. Остро стоит вопрос о создании централизованной бактериологической лаборатории. В планах на следующий год открытие амбулатории семейной медицины в Жавтневом и Коммунарском районах, а также в поселке Тепличном. Какая ситуация будет на следующий год в плане укрепления материально-технической базы, очень сложно сказать, поскольку бюджет еще не принят. Хотя, безусловно, в своих предложениях, в своем проекте бюджета на этот год, который будет рассмотрен на плановой бюджетной комиссии, мы обозначаем проблемные вопросы по укреплению материально-технической базы, в том числе и по приобретению оборудования. К слову, в прошлом году из госбюджета на охрану здоровья было выделено 295 миллионов гривен. Однако этих денег, говорит Надежда Севальнева, с трудом хватало на зарплаты медикам и оплату коммунальных услуг. Средств на укрепление материально-технической базы в госказне не было предусмотрено. Все ремонты проводились исключительно за счет местного бюджета.